Здравствуйте! Я Стив Келли, старший пастор Церкви Волна из штата Вирджиния. Благодарю вас за возможность обращаться к вам, где бы вы ни были. Вам понравится сегодняшнее послание. Мы поговорим о владении и заимствовании. Вы можете получить ценный урок, даже будучи заемщиком. Даже когда вам кажется, что вы не контролируете свою судьбу, вы можете научиться принципам, которые помогут вам быть головой, а не хвостом. Стать владельцем и избавиться от мышления заемщика. Уверен, вам понравится это послание. Поэтому давайте прямо сейчас перейдем к нему. Сегодня мы начинаем новую серию, которая называется «Владелец или заемщик». Так вы владелец или заемщик? Вначале хочу сказать, что все в определенной мере начинают как заемщики. Когда вы рождаетесь, то находитесь во власти своих родителей. Они заботятся о вас и воспитывают. Потом вы идете в школу, в колледж и начинаете независимую жизнь. Быть владельцем замечательно, но нужно научиться наслаждаться каждым периодом жизни. В 4 книге царств, 6 главе, есть интересная история о молодых людях, которые учились в школе пророков у Елисея. Они сказали Елисею, «Место, в котором мы находимся, слишком маленькое». Слава Богу за людей, которые могут видеть дальше того, где они сейчас. «Место, в котором мы находимся, слишком маленькое. Оно хорошее, но мы хотим, чтобы было сделано больше, а это место слишком уж маленькое. Боже, помоги нам быть теми, кто благодарен за то, что мы имеем, но стремится к большему. Возможно, дом, в котором вы живете, слишком мал. Слава Богу за него, но вы верите больше. В жизни, в бизнесе, в мечтах, в желаниях, в семье, в компании. Позволь нам пойти и построить место побольше. Спасибо Богу за людей, которые не согласны, имеется с нынешним положением вещей. Это место слишком маленькое. Слава Богу за брак, но он может быть лучше. Слава Богу за здоровье, но оно может быть гораздо лучше. Слава Богу за крышу над головой, но может быть что-то большее. Слава Богу за мою зарплату, но может быть и больше. Слава Богу за мое влияние, но может быть побольше. И вот они и решили строить. Один из них явно был студентом библейского колледжа, потому что когда он начал рубить топором деревья, Писание говорит, «Ах, мой господин!» — закричал он. Ведь я его одолжил. Типичный студент. Он не мог купить свой собственный топор, но в колледже мы учимся просить, одалживать и воровать. Верно? Итак, топор был одолженным. Нет ничего плохого в том, чтобы брать взаймы. Но Библия говорит, что лучше давать, чем принимать. Я хочу быть тем, кто дает. Слава Богу за принятие, потому что мне пришлось научиться принимать от щедрых людей. Слава Богу за щедрых людей, которые давали мне, но я не хотел быть тем, кто всю жизнь будет брать взаймы. Я не хотел всю жизнь быть принимающей стороной. Библия говорит, что мы призваны быть головой, а не хвостом. Если вы тот, кто берет взаймы, то это ограничивает вашу жизнь. Но если вы заемщик, то должны жить в соответствии с определенными принципами. Также вы должны понимать, что в жизни бывают разные сезоны. Я руководствовался в жизни определенными принципами, и эта церковь живет в соответствии с принципами, которые я узнал, когда был заемщиком. Помните старое здание? Когда мы туда въехали, то к ковровому покрытию было уже лет 20. А кондиционеры... Ой, кондиционеры были такими ветхими, что на одном из них было написано «Моисею от Ноя с любовью». Это был кондиционер еще с ковчегом. Мы разобрали один из кондиционеров, чтобы спасти жизнь другому. Помните, как посреди лета нужно было приходить в зимнем пальто, потому что было очень холодно из-за того, что мы не могли управлять кондиционерами? Было жутко холодно. Если вам сейчас холодно, то мы так и планировали. Но в те дни мы не могли контролировать эти штуки. Мы потратили 70 тысяч на кондиционера, но при этом даже не владели зданием. И люди спрашивали меня, почему мы тратим так много денег на все это, если здание не наше? Я знал, что однажды оно станет нашим. Но, с другой стороны, пока мы здесь, давайте хотя бы сделаем его терпимым. А также давайте будем хорошими распорядителями и позаботимся о здании. Если мы арендуем здание, то это не значит, что мы не можем заботиться о нем. Если мы не будем верными в чужом, Бог не даст нам своего. Ну, зачем нам тратить столько денег на чужое? Потому что нам от этого лучше. И вот каким принципом я научился, когда жил взаймы. Во-первых, никогда не возвращайте то, что брали в долг в худшем состоянии, чем когда вы это брали. Никогда не возвращайте то, что брали в долг в худшем состоянии, чем когда вы это брали. Я всегда живу по этому принципу. Также кадровая политика гласит, что я как пастор не могу ничего брать в долг у людей из церкви. Вы можете брать взаймы у родственника, у близкого друга. Например, если у вас сломалась газонокосилка, вы можете сказать, «А можно одолжить твою газонокосилку?» Но люди не должны пользоваться своим положением. Вы щедрые люди. Но я не хочу, чтобы кто-то этим пользовался. Итак, пастор не может брать в долг у людей из церкви. Это кадровая политика нашей церкви. И если вы хотите здесь работать, то вам нельзя брать в долг у людей из церкви. Никогда не возвращайте то, что брали взаймы, в худшем состоянии, чем оно было, когда вы его брали. Несколько лет назад мы проводили пикник для работников церкви. У одной семьи из церкви была небольшая лодка с мотором в 40 лошадиных сил. Я спросил у этой семьи. У нас проходят ежегодные пикники, и я хотел бы узнать, можно ли взять у вас взаимную лодку, чтобы покатать детей по реке. Они согласились. И вот лодка возвращается, но уже без мотора. Я спросил, а что случилось с мотором? Он расшатался и отвалился. И где он сейчас? Ну, где-то там, на дне, в воде. Это была соленая вода. Любой знает, что соленая вода и мотор это плохая комбинация, не говоря уже о том, что мотор вообще-то утонул. Мы отыскали мотор и умудрились зацепить его обратно на лодку. Но что бы мы ни делали, он буль-буль и все. Поскольку он долго находился в соленой воде, все его внутренности были испорчены. А у меня было правило. Никогда не возвращайте то, что брали взаймы в худшем состоянии, чем оно было, когда вы его брали. Я хорошо знал ту семью. Их сыновья были расстроены, что подобное случилось с их мотором, но я сказал, не волнуйтесь, мы его заменим. Я отправился в магазин и купил им совершенно новый мотор. Я отдал его им и сказал, это принцип, по которому живет наша церковь. Если мы берем что-то взаймы, то никогда не возвращаем это в худшем состоянии. Простите за все, это моя вина. Никогда не забуду, как это повлияло на ту семью. Они поняли, что можно брать взаймы и при этом владеть чем-то. Евангелие от Луки также гласит, если вы не были честными с имуществом другого, то кто доверит вам ваше собственное? Это 16 глава, 12 стих. Вот что нам говорит по этому поводу Библия. Если вам нельзя доверить чужое имущество, то как Бог может доверить вам ваше собственное? Это слово от Господа для кого-то из вас, друзья мои. На работе, в жизни, в аренде, в займе. В этом периоде жизни нет ничего постыдного, но выйти из него можно только, если вы имеете честь и почитаете имя Иисуса. Также, будучи заемщиком, вам нужно научиться мыслить масштабно в стесненных обстоятельствах. Думайте масштабно. Некоторые пасторы говорят, я не могу иметь большую церковь, потому что мы в маленьком городе. Мой друг является пастором в Маннсбурге, Западной Вирджинии. Население Маннсбурга 18 тысяч человек. Знаете, сколько людей в его церкви? Одна тысяча. А все потому, что он научился мыслить масштабно в маленьком месте. О, мой бизнес никогда не будет большим. Я никогда не буду иметь большой успех. Кто-то однажды спросил у меня, Стив, а какой большой может стать твоя церковь? Это же небольшой город, и выше головы не прыгнешь. Но вам нужно научиться мыслить масштабно, масштабно, друзья. Я хотел бы немного поговорить о вашей жизни. Интересно, каким сферам вашей жизни вы можете это применить? Возможно, вы арендуете дом или работаете на кого-то и мечтаете о большем, но ваша реальность очень далека от ваших мечтаний. Призываю вас никогда не отдавать что-то в худшем состоянии, чем вы это взяли. Это касается абсолютно всех сфер вашей жизни. И также я молюсь о том, чтобы это слово коснулось вас и принесло перемену. Из второй части вы узнаете, как думать масштабно, даже в стесненных обстоятельствах. Помните, нет ничего невозможного для Бога. А в конце программы я обязательно помолюсь за вас. Думаю, вам очень понравится это. Итак, говоря о маленьких городах в Хэмптон-Роуде 1 миллион 800 тысяч человек. Поэтому, думаю, наша церковь может расти до 100 тысяч, а может даже и до 200 тысяч. Все зависит от вашего мышления. Аминь. Посмотрите, что говорит Библия. Исайя 58, глава 10 стих. «Если предложишь свою пищу голодному и насытишь страдальца, тогда высияет во тьме твой свет». Когда, когда? Когда предложишь свою пищу голодному и насытишь голодного. Это то, чем мы занимались вчера, когда помогали жителям нашего города. И что говорит нам Библия? Вот тогда высияет во тьме свет твой, и мрак твой станет как полдень. Возможно, вы думаете, ну, никто не замечает того, что я делаю. Для меня нет никаких новых возможностей, но я призываю вас думать масштабно. Давид находился в пустыне и ухаживал за несколькими грязными овцами. Там он придумывал песни, но он даже подумать не мог, что Бог опубликует его песни и внесет их в Слово Божие. Мы сегодня поем песни, написанные пастушком в безвестности. Так что Бог знает, где вы. Вам не нужно ехать в Лос-Анджелес или в Нью-Йорк, чтобы Бог мог вас продвинуть или прославить. Если вы верны там, где вы сейчас, то Бог поднимет вас из безвестности. Аминь, друзья. Помните, когда ученики пришли к Нафанаилу и сказали, «Кажется, мы нашли Мессию?» Нафанаил спросил, «А откуда он?» «Из Назарета?» «Кстати, я был в Назарете, и это не самое красивое место в Израиле». Я прав, поэтому я понимаю, что имел в виду Нафанаил, а он так и сказал, «Может ли быть что-то хорошее из Назарета?» А я вам скажу, из Назарета вышел Бог. Я хочу сказать, что Бог знает вас и видит вас. Он видит вас на вашей работе. Вам может казаться, что вы, но никто. У вас могут быть мечты, и вы можете чувствовать потенциал внутри. Но помните, что Бог знает, где вы, и Он может поднять и благословить вас. Дело не вместе, а в сердце. Некоторые люди думают, что все дело в колледже. Они идут в колледж, которые не могут себе позволить. Влезают в долги и думают, что только так можно достичь успеха. Нет, Бог может продвинуть вас. Далее посмотрим на четвертую книгу царств, четвертую главу, и вы увидите человека, который умел мыслить масштабно в маленьком месте. Тут написано, «Жена одного ученика пророков кричала Елисею, твой слуга, мой муж умер». Жена человека из круга Елисея пришла к нему и сказала, «Мой муж, твой слуга умер, он мой муж и твой слуга, но он умер». Далее сказано, «Ты знаешь, что он чтил Господа, твой слуга, мой муж умер, и ты знаешь, что он чтил Господа». «А теперь его взаимодавец пришел, чтобы забрать обоих моих мальчиков в рабство». Елисей ответил ей, «Как мне помочь тебе? Скажи мне, что у тебя есть дома? У твоей служанки ничего нет», сказала она, «лишь горшок масла». Елисей сказал ей, «Ступай и попроси у соседей пустые сосуды, да набери их побольше». В другом переводе сказано, «Но не бери мало». «Не бери мало» — это очень важный принцип, не пропустите его. Что он пытался сделать? Она потеряла мужа, свой источник доходов, свою жизнь, своего партнера, свою точку опоры, а теперь она вот-вот потеряет своих детей. Мужа нет, а сыновей скоро заберут в рабство. И Елисей говорит, «Не бери мало сосудов». Вы понимаете? «Не бери их мало». Что он делает? Он ее готовит. Но к чему? Он пытается вытянуть ее из недостатка. Скажите, «Не бери мало». Повернись к своему соседу и скажи ему, «Не бери мало». Итак, он пытается вывести ее из нужды. «Женщина, пойди, возьми у соседей сосуды, но не бери их мало». Бог сделает что-то большое, но все зависит от того, сколько сосудов ты возьмешь взаймы. Не бери мало. Вам нужно думать масштабно, даже в маленьком месте. Ты потеряла мужа, и скоро потеряешь сыновей, но я даю тебе возможность думать масштабно посреди нужды. Принеси как можно больше сосудов. Вам нужно начать думать масштабно, в маленьких местах, но то, что кажется вам маленьким, может быть большим для других. Вы всегда берете свое маленькое с собой, куда бы вы ни шли. Библия говорит, не пренебрегай малым началом. На прошлой неделе я был в Лос-Анджелесе, и Израиль говорит мне, простите, что в церкви так мало людей. Сейчас света и многие в отпусках. Я ответил, тебе не нужно извиняться. Я буду проповедовать тем, кто есть, тем, кто сидит здесь сегодня. Кстати, это было самое большое собрание. Слава Богу! Аминь! Я не против небольшого количества людей. Я не против маленького, потому что все начинается с маленького. Молюсь о том, чтобы когда эта церковь станет большой, мы оставались маленькими. Итак, пойдем дальше. Скажите, не бери мало, потом войди и запри за собой и за сыновьями дверь, наливая масло в сосуды и наполнив сосуд, отставляй в сторону. Она она пошла и заперла дверь за собой и сыновьями. Они подносили ей сосуды, а она наливал. Когда все сосуды наполнились, она сказала сыну, дай мне еще один. Но он ответил, ни одного сосуда больше нет. И масло перестало течь. Когда масло перестало течь, ответьте, когда не осталось больше сосудов. Вот так. Она пошла и рассказала Божьему человеку, а он сказал, пойди, продай масло и расплатись с долгами, а на то, что останется, ты с сыновьями сможешь жить. Здесь есть несколько принципов того, как мыслить масштабно в стесненных обстоятельствах. И вот вам первый номер. Вы можете быть Божьим человеком, но при этом иметь беспорядок в финансах. Ее муж был Божьим человеком. Он знал Господа, но не умел распоряжаться финансами. Он боялся Бога, но не был мудрым. Он оставил жену в опасном положении. Вы можете бояться Бога, но не быть мудрым в деньгах. Спасибо за вашу поразительную реакцию на это. Если вы недавно поженились, то я хочу сказать, что страховка это хорошая вещь. Нам не нравится говорить о смерти. Мы думаем, что будем жить вечно. Особенно так думают молодые люди. вам кажется, что вы непобедимы. Как-то мы с Джошем катались на мотоциклах по бездорожью Калифорнии. Когда на вас надевают все снаряжение, вам кажется, что вам все по плечам. На первой же яме я упал. Я думал, все в порядке, пока не наступило следующее утро. Я не мог пошевелить рукой. Вам может казаться, что вы непобедимы, я не хочу оставить после себя долги, с которыми не сможет справиться моя жена. Я понимаю, что вам не нравится то, что вы слышите. Итак, вдова осталась в нужде, без мужа, она скоро потеряет детей, но у нее было немного масла и сосуд. Видите, эта женщина была в нужде. Она была в нужде, потому что наступила засуха, которую провозгласил Елисей. А засуха привела к голоду, не было дождя, а значит не было и еды. И вот он говорит, не бери мало сосудов. Знаете, что это значит? Послушайте меня. Во время голода и засухи было много пустых сосудов. Но получается, что в бедности есть огромный потенциал для обеспечения. Елисей знал, что тогда было много пустых сосудов. Я дам тебе ответ, но тебе нужно мыслить масштабно. Я дам вам средства для получения изобильного обеспечения. Но вдова была в нужде, ей нужно было избавиться от нищенского мышления. Аминь. Иногда ответ за пределами того, что у вас есть. Иногда Бог приводит кого-то на помощь. Иногда Бог дает ответ, который не в вашем доме, а за его пределами, и приводит в вашу жизнь того, кто приносит благословение и обеспечение. Могу сказать на это аминь, друзья. Если вы одиноки и верите в супруга, но при этом вы живете в нужде, то Бог даст вам супруга, который будет дополнять вас и раскроет весь ваш потенциал. Иногда в бизнесе партнер играет очень важную роль, не так ли? Ответ не всегда прямо перед вами. Выйди из дома и возьми в долг немало сосудов. Хорошо, а теперь послушайте вот это. Послушайте еще одно местописание. Это притча 13 глава 23 стих. Этот стих очень часто неправильно толкуют. А здесь сказано так. Много хлеба бывает и на ниве бедных. Много хлеба бывает и на ниве бедных. Но некоторые гибнут от беспорядка. Ответы есть даже в недостатке. Много хлеба бывает и на ниве бедных. Именно этому пытался научить вдову Елисей. Послушай, ну, вокруг много пустых сосудов, потому что сейчас голод. Пойди возьми взаймы так много, как сможешь, потому что людям во время голода они точно не нужны. Принеси их домой, потому что много хлеба бывает и на ниве бедных. Жизнь Елисея была наполнена удивительными историями. Так же, как и первая, о которой я вам уже рассказал, позволь нам пойти и построить место побольше. Хорошее желание. Спасибо Богу за людей, которые не согласны мириться с нынешним положением вещей. Это место слишком маленькое. Слава Богу за брак, но он может быть лучше. Слава Богу за здоровье, но оно может быть лучше. Слава Богу за крышу над головой, но может быть что-то больше. Слава Богу за мою зарплату, но может быть и больше. Слава Богу за мое влияние, но может быть и больше. Вы должны мечтать, слава богу, за принятие, потому что мне пришлось научиться принимать от щедрых людей так же. В завершении расскажу вам историю о двух продавцах обуви, которых отправили в Африку. Один говорит, тут невозможно продавать обувь, потому что никто здесь не носит обувь. Приезжает второй и говорит своему начальству, о боже, пришлите мне вагоны, обуви, тут еще никто не носит. Все зависит от вашего взгляда на ситуацию, поэтому научитесь мыслить масштабно в стесненных обстоятельствах. Даже на поле бедных есть ответ. Научитесь мыслить масштабно. Аминь. Надеюсь, вам понравилось это послание. Я хочу, чтобы вы знали, что у Бога есть план для вашей жизни. Может, вам кажется, что вы едва сводите концы с концами, но Бог не хочет, чтобы ваша жизнь была посредственной. Все начинается с посвящения вашей жизни Иисусу. А вы знаете Его как своего Господа и Спасителя? Давайте вместе помолимся. Просто скажите, Господь Иисус, войди в мою жизнь и стань реальным для меня. Спасибо, что ты делаешь это прямо сейчас. Я верю сердцем и исповедую устами, что я христианин. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Если вы произнесли эту молитву, то я приглашаю вас в Вирджиния Бич в Церковь Волна. Все детали по адресу, которые вы видите на экране. Если вы придете, то мы подарим вам эту книгу, которую я написал специально для вас. Она называется «Жизнь христианина» и рассказывает о следующих шагах, которые вам предстоит сделать после молитвы покаяния. Также хочу помолиться за тех, кого коснулось это послание. Возможно, вам кажется, что вы живете в стесненных обстоятельствах или что все против вас. Тогда я молюсь о том, чтобы вы научились мыслить масштабно даже в таких ситуациях. Итак, молюсь, Отец, помоги этим людям. Пусть это слово опустится в их сердца. Во имя Иисуса Христа молюсь об этом. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Увидимся через неделю. Бог создал вас, чтобы вы влияли на других ради Его Царства. Ваше предназначение в том, чтобы помогать другим в достижении их мечтаний. Акцент лидерства Стива Келли рассказывает об основных принципах, которым он научился в личной жизни и в служении. Эта книга даст вам 10 критериев, которые помогут вам понять ваш потенциал и вести людей за собой. Вы можете заказать ее онлайн.